Всем привет! Меня зовут Симон. И сегодня я вам покажу, как оптимизировать Windows 11 и увеличить FPS в играх. Поехали! Компания Microsoft выпустила свою новую систему Windows 11. Так как система новая, тут есть куча багов. А также система дико лагает. А про игры я вообще молчу. В общем, пока что в Windows 11 нет никакой оптимизации. И сегодня я вам попытаюсь помочь, если у вас лагает система и дико упал FPS в играх. Первым делом вам нужно проверить о наличии обновлений. Так как система вышла недавно, сейчас будут часто присылать обновления, которые будут фиксить всякие проблемы. Так что переходим в центр обновления и устанавливаем их, если они имеются. Далее нам нужно будет установить обновления на драйвера вашей видеокарты. Так как Windows 11 вышла недавно, новые драйвера на вашу видеокарту могут обновиться не сразу. Поэтому нужно сделать это вручную. Заходим на сайт Nvidia или AMD, скачем новые драйвера и устанавливаем их. И третий шаг. Удаляем ненужные приложения, которые занимают место на вашем диске. Оптимизация загрузки Windows 11. Заходим в диспетчер задач. Автозагрузка. И отключаем все программы, которые тормозят нашу систему при ее запуске. Оптимизация электропитания. Ставим в параметрах электропитания высокую производительность. И тут же отключаем функцию отключения жесткого диска. Далее нам нужно выключить все уведомления в нашей системе. Для этого заходим в параметры, система, ищем уведомления и отключаем вот эти параметры. Далее отключаем удаленный рабочий стол. Нажимаем на клавиатуру Win plus L. Выбираем система, удаленный рабочий стол и выбираем выключено. Далее заходим в персонализацию. И тут нужно убрать слайд-шоу, если у вас включено. Так как оно понижает вашу производительность. Лучше поставим просто обычные обои. Также отключаем эффект прозрачности. И заходим в параметры оффлайн карты. Удаляем все загруженные карты. Далее заходим в раздел гейминг. Отключаем Xbox Game Bar. И вырубаем функцию записи экрана. Так как это очень мешает производительности нашего ПК при процессе игры. Также не забываем включить игровой режим. Ведь с помощью игрового режима ваш компьютер перенаправляет всю мощность на вашу игру. И тем самым повышает FPS. Далее в параметры компьютера заходим в раздел конфиденциальность. И отключаем все параметры. Так как это тоже понижает мощность нашего ПК. Изменение настройок мыши. Нажимаем пуск. Вводим в поиск настройка мыши. Выбираем дополнительные настройки. Параметры указателя. И снимаем флажок повышения точности указателя. И нажимаем применить. Отключаем этот параметр мыши. Потому что он иногда может чрезмерно ускорять вашу мышь. Таким образом его отключение не помешает вам прицелиться во время игры. И изменение настройок дисплея. Нажимаем пуск настройки. Переходим в вкладку дисплей. Нажимаем расширенный дисплей. И устанавливаем частоту обновления в соответствии с вашим монитором. Кроме того, включаем последний режим Auto HDR. Визуальные эффекты влияют на использование памяти. А также на производительность компьютера. Если вы считаете, что ваш компьютер работает медленно. И он дико лагает. Но вы хотите оптимизировать работу Windows 11. То с помощью отключения визуальных эффектов вы сможете повысить эффективность вашего ПК. Для этого заходим в пуск. Выбираем система. Заходим в дополнительные параметры. И в вкладке дополнительно в разделе быстродействия нажимаем на кнопку параметры. И выбираем опцию настроить для наилучшей производительности. И все, ваши визуальные эффекты будут уменьшены. И он будет настроен на более высокую скорость работы. То есть анимации будут работать быстрее. Далее отключаем все фоновые приложения, которые работают в вашей системе. Заходим в параметры. Выбираем раздел приложения и возможности. И запрещаем работу в фоновом режиме всех приложений. Просто выбираем в списке никогда. Далее удаляем все временные файлы на нашем компьютере. Которые также могут заметить его работу. Открываем параметры системы. Ищем раздел память. Нажимаем на временные файлы. И выбираем файлы, которые необходимо удалить. Например, это эскизы, кэш, файлы и так далее. Далее выключаем функцию советы и предложения. В Windows 11 есть возможность предоставления автоматических советов и предложений. Как лучше ее использовать, чтобы быть полезной для пользователя. К сожалению, для достижения этой функциональности, ей необходимо просканировать ваш компьютер. Что может существенно повлиять на вашу производительность. Чтобы эту функцию выключить, заходим в раздел уведомления и снимаем флажок получать советы и предложения. Далее нам нужно полностью отключить либо удалить OneDrive. Кто не знает, это облачное хранилище, которое синхронизирует ваши выбранные файлы на всех устройствах Microsoft. Ну, по сути, это приложение вообще не нужно, так что можем его просто удалить, либо его вырубить. И последнее действие в этом видео, это отключение компонента VBS. Данный компонент приводит к снижению производительности в играх на 20-30%. В большинстве случаев этот компонент по умолчанию выключен, однако на некоторых ПК или ноутбуках он включен. Для того, чтобы отключить этот компонент, заходим в настройки системы, выбираем раздел конфиденциальность и безопасность. Далее безопасность Windows, безопасность устройства, сведения об изоляции ядра. И тут находим целостность памяти, она должна быть отключена. Так что, если она у вас отключена, просто ее вырубаем. Ну вот и все, я вам рассказал про самые основные способы, как можно повысить эффективность и производительность вашего ПК. Ну, точнее, Windows 11, так как эта система вышла недавно и там куча багов, все такое. Думаю, вам эти способы помогут. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok